И наша новая тема называется Let's check your homework Давайте проверим домашнее задание Page 74, страница 74 у вас была Homework, look and write Вы должны были посмотреть на девочку на картинке И написать предложение Какая одежда есть у девочки и какого она цвета Let's check Давайте проверим, как вы сделали She has a blue skirt У нее есть синяя юбка She has an orange t-shirt У нее оранжевая футболка She has blue trainers У нее синие кроссовки And the last one И последняя She has a blue bag У нее синяя сумка Do you agree? Вы согласны? Great job! Отличная работа! Now tell me please Скажите мне, пожалуйста Why do we put a? Почему мы поставили a перед словом blue? Okay Because a we put in singular Потому что a мы ставим всегда в единственном числе Юбка одна же? Why do we put n? Почему мы n поставили в наших предложениях? You are right Because the word begins with a vowel Потому что слово orange начинается с гласной буквы That's why we put not a, but n Поэтому мы ставим не a, а n И почему мы не поставили ничего в слове blue trainers? Think Подумайте You are right Вы правы Because it's in plural Потому что во множественном числе одежда Кроссовки же множественное число Поэтому ничего не ставим Окей Let's check How you remember the words Теперь давайте проверим, как вы помните слова на тему одежда Я скажу на русском, а вы на английском И проверим Джинсы Джинс Шляпа Хэт Юбка Скерт Рубашка Шэт Платье Дрес Футболка Ти-шет Кепка Кеп Брюки Траузы Колготки Тайтс Шорты Шотс Кроссовки Трейнесс Три-шет And the last one И последнее Очки Санглассы Грейт джоб Отличная работа Now tell me please Скажите, пожалуйста What clothes do you have? Какая у вас есть одежда? Назовите одежду и цвет, как вы делали в домашнем задании I listen to you Я вас слушаю I have a black cap Orange trainers And red shorts У меня есть Черная кепка Оранжевые Кроссовки И красные шорты Pay attention Обратите внимание We can say a lot of clothes Мы можем назвать не одну одежду, а много Только когда вы всю одежду перечисляете Перед последней одеждой мы ставим And And означает И Is it clear for you? Вам все понятно? Well done Молодцы What clothes does your friend have? Какая одежда есть у вашего друга? Say the sentence Скажите предложение He has a white t-shirt Brown trousers And a blue hat У него есть Белая рубашка Белая футболка Коричневые брюки И голубая шляпа Are you ready? Вы готовы? Well done Отлично Now Open your vocabularies Откройте словарики And write down new words And repeat after me Запишите новые слова И повторите их за мной Let's begin Давайте начнем Wear Носить Имеется в виду одежду Униформ Униформ Форма На русское слово похоже Блауз Блузка Pay attention We use blouse for girls And shirt for boys Обратите внимание Мы используем слово Блузка для девочек А рубашка для мальчиков And Also write the professions Также запишите Несколько легких профессий Cook Who is it? Кто это? Как вы думаете? Окей Повар В английском Cook означает Не только повар И еще готовить Доктор Translate please Переведите пожалуйста You are right Вы правы Врач Или доктор Like Russian word Как русское слово Pilot Who is it? Кто это? What do you think? Как вы думаете? You are right Летчик Have you finished? Вы закончили писать? Окей Now let's guess the professions Теперь давайте угадаем профессии I will read you the puzzle And you must say the profession Я вам буду читать загадку Какую одежду носит человек Этой профессии А вы должны угадать Кто это? And say in English И назвать на английском Are you ready? Вы готовы? At first example Для начала пример He wears a uniform His uniform is white Он носит униформу Его форма или униформа Белая It's a doctor Это врач Do you agree? Вы согласны со мной? Now your turn Теперь ваша очередь He wears a uniform Он носит форму His uniform is blue Его форма голубая или синяя Who is it? Кто это? I listen to you Я вас слушаю You are right It's a pilot Вы правы Это летчик He wears a uniform His uniform is white Он носит форму Его форма тоже белая Who is it? Кто это? What profession is it? Какая это профессия? It's a cook Это повар Well done Молодцы Now your classwork Open your workbooks Page 75 Откройте прописи На странице 75 Exercise 3B Упражнение 3B Choose and complete Выберите и напишите Here you see Girls wear And boys wear Здесь вы видите Слова Девочки носят И мальчики носят You must write the clothes That girls wear Сначала вы должны написать Одежду, которую носят Девочки But in plural Но во множественном числе Мы же не скажем Девочки носят Юбку На английском мы скажем Девочки носят юбки Они же не одну юбку носят А много Скажите одежду, которую носят Девочки Let's check Давайте проверим Dresses Платье Skirts Юбки Tights Колготки T-shirts Футболки And blouses И блузки Write down Запишите себе Now about boys Теперь про мальчиков Write what clothes is The boys wear Напишите, какую одежду носят Мальчики И тоже во множественном числе Let's check Давайте проверим Boys wear Jeans Jeans Shorts Шортики Trousers Брюки Caps Кепки And shirts И рубашки Write down Напишите Have you finished Вы закончили I think yes Я думаю да Next exercise Number four Упражнение четыре Here in the clouds you see different clothes Здесь в облачке вы видите разную одежду You must put them in the correct column Вы должны поставить ее Правильный столбик Первый столбик называется Girls То есть сюда мы пишем одежду Которую носят только девочки Мальчики ее не могут вообще носить Second column Второй столбик Girls and boys Девочки и мальчики Сюда мы напишем одежду Которую могут носить и девочки И мальчики тоже And the last column Boys И последний столбик Мальчики Сюда мы напишем одежду Которую могут носить Только мальчики Let's write Давайте запишем Shorts Girls and boys Шортики и мальчики Девочки носят Trousers Брюки Girls and boys И мальчики и девочки тоже могут носить Skirt Юбка Girls Девочки только Shirt Рубашка В основном Boys Мальчики носят Я вам говорила Dress Платье Girls Джинс Джинсы Girls and boys И девочки и мальчики носят Блаус Блузка Girls Только девочки носят блузки T-shirt Футболка Girls and boys И мальчики и девочки Head Шляпа Girls and boys И мальчики и девочки And the last one Кеп Кепка Girls and boys Тоже и девочки и мальчики могут носить Are you ready? Вы готовы? Окей Хорошо Now your homework Теперь домашнее задание First Во-первых Learn new words Clothes and professions Выучить новые слова Одежду И профессии The second Во-вторых Page 75 Homework Write about your school uniform На странице 75 Напишите о своей школьной форме What should you write? Что вам следует написать? You must write that you like your school uniform And what clothes The girls wear And what clothes The boys wear Вы должны закончить предложение Написав Что вы любите свою школьную форму Какую одежду И какого цвета Носят девочки В вашей школе И какую одежду И какого цвета Носят мальчики В вашей школе Но одежду Пишем во множественном числе Don't forget Не забудьте For example Например I like my school uniform Я люблю свою школьную форму Girls wear white blouses And black skirts Девочки носят Белые блузки И черные юбки That's all for today На сегодня все I was very glad to see you Я была очень рада вас видеть Goodbye До свидания Субтитры сделал DimaTorzok